Так, уважаемые друзья, всем добрый вечер, добрый вечер, мир, планета Земля. Вещаем с вами вместе со Светланой Лавровой, потому что сейчас Светочка у нас находится далеко от меня, например, уже уехала, она в Екатеринбурге. И, Светлана, расскажи, пожалуйста, как там у тебя сейчас обстоят дела, как погода, какой климат твоей компании, которая тебя встретила. Я так вижу, что по эфирам прямым у тебя очень интересные встречи. Итак, друзья, Светлана Лаврова с 14 марта находится на автономии, и мы с ней каждый четверг встречаемся. Кто еще первый раз к нам присоединился, Светочка, добрый вечер. Всем привет. Ну, Екатеринбург встретила холодом, улетали из дома, было плюс 20, прилетели, здесь было минус 12. Так как-то немножечко мы уже отвыкли от такой погоды, а все остальное просто чудесно. Сегодня была встреча, ребята организовали встречу, девчонки. Я даже не ожидала, что столько много народу будет, но действительно народу было много. Приехали не только из Екатеринбурга, приехали из разных городов, из севера ребята приехали, девчонки. Ну, конечно, вообще классно. И больше всего меня, конечно, поразило, мне нарисовали меня, картину такую малую, очень красиво. Я выставила в Инстаграм, я, конечно, не видела, что вообще такие, я все время думаю, как-то на картинках, ну, красиво. А чтобы так вживую, еще и мой портрет, конечно, я была вообще в полном восторге. Это очень приятно, это очень красиво. И планировали тоже встречу провести на час, максимум два, задержались на четыре часа в результате. Ну, все как обычно. Вот, очень душевно посидели, поболтали, все здорово. И завтра у нас будет еще закрытая встреча. Сегодняшняя встреча у нас будет выложена на Ютубе, как мы сегодня, о чем говорили, о чем болтали, какие вопросы были. А завтра у нас будет закрытая встреча с ребятами, там немножечко я дам им такую более углубленную тему. Вот, и очень буду рада с ними встретиться повторно. Просто, конечно же, все ждут нашего новогоднего ретрита. Все готовы уже ехать, уже, говорит, мы, ты только, говорит, анонс выставьте заранее, чтобы мы могли подготовиться. Едут с семьями, готовы ехать уже с семьями, чтобы там уже посмотрели, что, где, как, какие отели будут для людей, на что они вообще могут рассчитывать. Вот, с мужьями, с детьми. То есть, вообще, мне кажется, что Новый год для нас это будет просто песня. Лёва, я чувствую, как сердца екатеринбуржцев и все, кто к тебе приехал на встречу, насколько они горячи, друзья. Потому что на самом деле чувствуется эта энергетика и вот это гостеприимство, вот это желание порадовать тебя. Я тоже, когда увидела портрет, вот прямо один к одному. Вот, картина маслом, Светочка, да, нарисована? Да, да. А это девушка нарисовала или парень? Девушка нарисовала, да, девушка. Такая красотка тоже. Замечательно. Ну, вот здесь как раз, Светочка, попутно идёт вопрос от Александра. Александр Сергеевич, наш любимый здесь, как всегда та и такой. Он спрашивает, были ли практики на встрече? На этой встрече практик не было, были только ответы на вопросы. А вот завтра, которая будет встреча с ребятами, да, там будут уже, скорее всего, практики. То есть я из двух тем им предложила, какую они возьмут. Если возьмут именно с депривации сна, то я, возможно, дам им какую-то практику. Ну, невозможно, а дам практику. Если выберут именно что-то, опознание своего тела, то там будет лекция, более глубокие проработки. Да, клёво, клёво. Да, я, друзья, я уверена, что что бы вы ни выбрали, если нас слушают из Екатеринбурга, ребята, девчата, всё будет очень интересно и познавательно, и глубоко, потому что мне уже повезло. Я кое-какие практики прошла со Светочкой. И на самом деле какое-то очередное рождение произошло. Это очень здорово. Ну, а сегодня в конце, перед тем, как выйти сюда, я прослушала эфир вместе с Ромой, с Романом. Ой, это вообще просто, я не знаю, тут не сказать огонь, теперь хочется сказать лёд, лёд, лёд. И я залезла как раз в душ, приняла окончательно холодную воду, и вот сейчас, Криш, прибежала к вам на эфирчик. Светуля, с тобой. Здорово. Давайте, давайте посмотрим, какие вопросы. А у нас есть от Марата. Просто приветствую, очень хочу смотреть ваши ролики. Очень много позитива и доброго намерения. Я думаю, в недалёком будущем Свету будут транслировать по телевизору, и передача будет называться «В гостях у Светланы». Ну что ж, да, Светочка, да, тебя все любят и приветствуют со всех городов и стран. Ну что ж, есть ли вопросы, ребята, кто у нас в чате здесь, в зуме? Я думаю, что очень многие уже подготовили свои вопросы. Можете включать микрофоны, а если не будет, то Светлана будет зачитывать свои вопросы. Да, Светочка? Да, 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 я тогда зачитаю, которые есть. Хорошо. Путь неедения единственно правильный. Я бы, наверное, сказала, что путь – это просто есть путь, и нет правильного пути, либо неправильного пути. Если вы умеете получать удовольствие от своего пути, то это, безусловно, предоставит вам огромную радость. Но неправильных путей не бывает. В любом случае вы придёте туда, к чему вы идёте. И самое главное – это делать с наслаждением. Так, есть ещё вопросик пока. Ты меня, если что, махай, если будут появиться другие вопросы, то я тогда закончу. Так, зачем нам ЖКТ, если не для еды? Ну, у меня всё-таки версия немножко иная по ЖКТ. То есть, ребят, смотрите, когда мы с вами появились на свет, чтобы нам сформироваться, мы получали все питательные вещества из пуповины. Пуповина у нас как раз на животике. И когда вы будете на более длительных сухих, ну, например, даже на девятом дне, вы почувствуете, что у вас в животе идёт такая лёгкая вибрация. И она очень приятная, она иная, которая просто как растекается на всё тело. Это не просто вибрация, да, как вот от какой-то там виброплощадки, а она иная. И ЖКТ всё-таки нужен нам для вывода чего-либо. Вот я живу в таком месте, где, например, если я летом еду, вечером на велосипеде, когда жара спадает, появляется более влажный климат, и на велосипеде едешь, и очень много мошкары. Эта мошкара попадает и в глаза, и в рот, и в нос. И чтобы нам вывести это естественным путём, естественное то, что попадает к нам, то нам и нужен вот этот в том числе, и нужен этот ЖКТ. Когда мы, например, плаваем и захлебнули воды, нам же её нужно будет куда-то вывести, как-то вывести. Но это не обязательно для того, чтобы туда складывать сыр, мясо, там и пельмени, либо фрукты, овощи. Но это моё мнение, это моё видение после того, как я ощутила, что он в любом случае работает, работает на лайте, и очень приятно, когда в нём ничего нет. Это другие состояния, это иные состояния. Если хотите, вы можете проверить это на себе. Действительно, самый лучший способ – это проверить на себе. И я подтверждаю, хоть мой опыт совершенно мизерный, в отличие от твоего, Светочка, но я хочу сказать, друзья, что когда мы… Я не ем, когда либо я на мало совсем виден, то состояние огромной лёгкости, и уже, знаете, идёт такое ощущение, что это пространство прощупывается, оно уже впереди, ты уже впереди знаешь, куда идти, с кем встречаться. Оно идёт какое-то ясное понимание, ясное чувство, ясное видение того, что ты делаешь и как это сделать лучше. Поэтому я думаю, что если вы попробуете, то вы уже с этого пути не сойдёте. Вот у меня получилось, я думаю, немножко попробую. На самом деле это приятный, здоровый наркотик, когда второй ум ваш кишечник, желудок, пуст, и тогда включается огромное, не знаю, это действительно состояние богочеловека. Я не знаю, как Света ещё с нами пока ещё. Дети держат, да, такие дети ещё держат её на нашей земле. А так уже точно, наверное, куда-нибудь перевоплотилась. Ну что ж, читаем дальше. Так, дальше. А можно голосом задать? О, да, конечно. Ну вот у меня такой вопрос, вот я, у меня на марафоне моя знакомая у вас, и она мне рассказывала сегодня очень много про вас, да, и у меня такой вопрос. А если у меня, например, большой вес, и прыгает давление, и сахар, и щитовидная железа, я пью тероксин, 100 гормон, и нету желчного пузыря, удалили его. Операция была в 97-м году. Как мне вступить в марафон с большим весом быстро, и что вы советуете вот именно мне? Ну, во-первых, нужно принять решение, и недавно у нас был эфир с Ларисой. Это Лариса 50-го года рождения, и с 2005-го года у неё нет желчного пузыря. И она очень комфортно и достаточно на длительное время выходит в сухие дни. Вот. Самое главное – это, наверное, плавно заходить в сухие дни. И очень важно прорабатывать голову, потому что лишний вес, он от еды, наверное, только на 30%. Всё остальное – это еда, она у нас не жировую прослойку даёт, а она именно даёт вот этот вот наш панцирь, нашу защиту. Если вы это проработаете, если мы это проработаем, то вам будет намного легче. Да, вот спасибо, Автополстар скинул. И вам будет намного легче разобраться с собой, для чего вам это. Потому что всё, что с нами происходит, это нам для чего-то нужно. Если вы это отследите, для чего вам, почему вам комфортно сейчас вот в этом весе, какие вы с этого получаете плюшки, какие вы с этого получаете бонусы, то, конечно же, у вас переформатируется ваше сознание, и вы начнёте искать другие пути решения? Ну, я как бы их ищу давно, эти пути решения. И вот этот вес, конечно, он мне мешает, и я хочу избавиться. У меня при... Рост у меня метр семьдесят два, а вес сто двадцать пять килограмм почти. И поэтому он, конечно, сейчас ещё больше и больше мешает, и поэтому и сахар немножко... Я ещё таблетки не пью, но сахар появился. И, конечно, мешает вес для того, чтобы уже не шестьдесят один год, и носки трудно одевать, и я смотрю, что дальше активность падает. И я решила, конечно, вот что... С первого ноября я себе сделала такой спортивный режим. Десять тысяч шагов, как маленькая зарядка, дыхательная практика. И именно с едой пока не знаю. Поэтому я думаю, что я хотела бы услышать у вас, с чего начать. Ну, начать, наверное, всё-таки лучше, если вы говорите о десяти тысячах шагов. Слышно меня? У меня почему-то микрофон отключился. Да, сейчас слышно, Светочка. Десяти тысяч шагов. Да, десять тысяч шагов, если вы собираетесь делать, то нужно обязательно это делать в разном темпе. Вот прошли сначала быстрым темпом какое-то время, потом медленным, потом побыстрее, потом медленным, потом ещё быстрее. То есть постоянно, если вы будете менять темп, то ваша лимфатическая система, она запустится намного быстрее. Это говорит о том, что ваши процессы, они запустятся лучше. То, что вы наметили, что нужно ходить обязательно каждый день, это очень хорошо, потому что если мы себе ставим какие-то... Микрофон закрылся, Света. Это не я его выключаю. У меня как-то он почекал. Сейчас я это сделала, потому что я хотела у других ребят выключить, и попрыгала строчка. Сейчас была я. Совершенно молодая. И это очень важно, когда вы себе ставите цели, к которым вы идёте, и каждый день, чтобы вы обязательно себе на календарике их отмечали. Когда мы на календарике отмечаем и ставим, например, там галочку, либо кто-то в кружочек обводит, ещё как-то, то это очень на подсознание, что я молодец, я это сделаю, я иду правильным путём. И вы начинаете как бы ненавязчиво сами себя мотивировать. И это очень верно. Что касаемо питания, то я бы вам, наверное, рекомендовала, но попробуйте сыроедение хотя бы на какой-то период. Понравится вам, не понравится, потому что там очень много блюд, очень вкусных, очень изобильных, и они будут иным образом действовать на вас. То есть у вас в любом случае пойдёт очищение, но оно не будет снижаться, вес постоянно снижаться. Вы тоже должны понимать, что оно снизится на определенные сколько-то килограммов, потом он у вас встанет. Это нормальный процесс наш физиологический. Но нужно будет понимать, что вам нужно будет, когда вес встаёт, вам нужно будет что-то изменить. Изменить своих физических упражнений. Либо что-то убрать, либо добавить, либо какой-то нюанс внести в ваше питание. Например, там, несколько дней либо неделю посидеть на зелёных смузи. То есть есть очень много вариантов. Вам нужно будет выбрать, какой вариант для вас более комфортный. Ну и, конечно, физические упражнения, именно кардиоупражнения, они очень полезны. Но чтобы это были обязательно не бег, чтобы это было, а именно что-то такое, чтобы вы не напрягали свои суставы. Это обязательно. И, конечно же, как я всем рекомендую, это с утра обязательно подтягивание. Вот как детишки тянутся, вот так вот хорошо-хорошо, потянулись три раза, чтобы аж прям искры из глаз. Это очень наши венки, наши сосуды, наши капиллярчики растягивают. И потом опять эластичность наших сосудов, они крайне важны для нашего физического состояния. Благодарю, Светлана, благодарю. Да, замечательно. Развернутый ответ. И он действительно близок к тому, что у нас проходила наша Лариса, ну и Светыля тоже по поводу гормонов уже на этой теме, как говорится, сама посеяла, наоборот, не съела. Ну что ж, есть еще один хороший вопросик на нашем канале. Такой, знаете, очень, как сказать, сейчас я включу. Итак, спрашивает у нас Владимир. Как меняется характер человека после перехода на автономию? Наверное, более спокойный, более ровный характер становится, потому что, когда ты приходишь к самому себе, тебя уже не могут вывести из себя какие-то внешние обстоятельства. Поэтому ты их воспринимаешь просто как факт, просто как они есть. Ты им не даешь уже никакие оценочные суждения, ты не вешаешь на них ярлыки, хорошо это или плохо, нужно сейчас или не нужно. Ты просто любую ситуацию воспринимаешь как просто факт. Она просто случилась, она просто есть. Поэтому состояние становится более ровное и характер, наверное, тоже становится более мягкий, наверное, как-то так. Да, принято, действительно. И пока наши друзья включаются здесь с вопросами в зуме, активно включайте камеры, чтобы мы вас видели и слышали. Вот, хорошо. Кто у нас здесь будет говорить? Ребята? Если можно задать вопросик, можно? Да, конечно. Тагир, привет. Говори. Да, привет, привет, привет. Светлана, привет всем. Вопрос такой. Здесь как по здоровью, по движению. Я как-то, ну, правда, это уже два месяца назад было, когда мы еще и первый прошел курс. По-русски говоря, зашел в магазин и увидел, там продается велосипед. Потом что-то я подзавис, думаю, начал советоваться, то, может быть, какой-то еще можешь купить и электродвигатель, там, ну, имеется в виду, велосипед, электрическая тяга. А тут доехать, в принципе, до сады, там, где я нахожусь, там, километр-полтора максимум. По-русски говоря, я вспомнил про вас, Светлана, что вот велосипед, и думаю, наверное, этот инструмент как раз очень полезный для здоровья. Может быть, вы всем рекомендуете, что посоветуете? Может, то и другое взять и применять в своей жизни. И велосипед, и электромопед. Вот какие-то на коротких дистанциях. Ну, если, наверное, выбирать между мопедом и велосипедом, конечно же, велосипед выигрывает, потому что там вы предлагаете свою физическую активность. Вы можете, когда вы крутите велосипед, когда вы крутите педали на велосипеде, вы же можете не просто их крутить, да, вы же можете входить в такое состояние легкого транса, в состояние медитации, если вы будете отслеживать именно, как вы крутите, какой ногой вы начинаете крутить, как вы крутите, как у вас расположены руки на руле, как у вас прогнута спинка, как вы себя ощущаете, какой ветер, какой запах. Если вы полностью войдете в процесс вот этого катания на велосипеде, то я думаю, что это будет не только как физически вам полезно, но и, наверное, как-то будет вот это вот медитативное состояние будет еще полезно именно для вашего психического и психологического, психологической разгрузки. А все, что касаемо мопеда, ну, я не знаю, я просто вижу, что это один из небезопасных видов транспорта, и все. Вы же просто там сидите, заливаете бензин, вы же ничего не делаете, а только ваше внимание на дороге. Поэтому я к мопеду как-то вот, не знаю, не травим. Понятно, благодарю. Я думаю, просто для активности моих действий, чтобы подорваться, думаю, наверное, два инструмента будут нужны. Но сейчас зима уже наступила, поэтому это, скорее всего, к весне. Вот. Благодарю. Благодарю за ответ. Замечательно. Светочка, есть вопрос или у тебя, или мне тут зачитать? Есть такой, как бы... Ага, можно в чате, ты про бег, да, хотела? Да, мне тут... Ну да, бег плавно не успеет, что предпочтительнее, а до этого вот Ильма, она спрашивает, могут быть сильно полные люди-автономы. Хотела сказать лично мне коротко, конечно, что это же не зависит от того, какие вы. Это же все-таки внутреннее больше состояние автономии. Ну что скажешь ты, Светлая? Да, да, я тоже абсолютно согласна, что автономия – это состояние, это не физический процесс, это не то, как ты выглядишь снаружи, это именно внутренний процесс. И состояние автономии – это никогда ты не кушаешь не продолжительное время, да? Ты можешь в состояние автономии попасть уже, как только ты чувствуешь облегчение кишечника, то есть на следующий день, после того, как ты поел, на второй день не едения, ты уже можешь словить это состояние автономии. Потому что, если ты его поймал один раз, то оно уже у тебя никуда не едет. Не знаешь, что это такое. Ты можешь к нему прийти даже на облегченном питании. Это как научиться плавать. Если вы плавать научились, то вы можете на море приехать через год, через два, через три. И вы войдете в море, и вы будете плавать. Вы лучше плавать не станете, потому что вы не тренировались. Но вы сам процесс, как грести, как вас держит вода, вы его не забудете. Поэтому это не зависит именно от конституции, какой конституции человек. Это зависит от внутреннего состояния. Так, ну давай, Светочка, какой следующий вопрос ты озвучишь? Вот я бы хотела тогда, Александр Сергеевич, ты задал вопрос. Бег, плавание, велосипед, что предпочтительнее? Ну, наверное, есть люди, которые любят бегать. Но бег я бы, наверное, не всем рекомендовала, потому что бег – это… Чтобы бегать, нужно понимать, по какой бы ты будешь бегать в плоскости, чтобы это либо были какие-то желательные, ну, что-то типа лесных дорожек, либо специальное покрытие, либо специальные кроссовки, которые стоят достаточно, достаточно хороших денег таких, потому что это же наши колени, в первую очередь, и наши суставы, которые очень быстро выщелкиваются при беге. Это такой… Кажется, с одной стороны, что это такой простой вид спорта, но на самом деле к нему нужен очень-очень такой подход, очень аккуратный, очень осторожный. Поэтому бег – это, наверное, на любителя, и еще лучше не просто на любителя, а именно на человека, который готов эту тему немножечко хотя бы изучить и углубиться. Что касаемо плавания, плавание – это здорово, но плавание все-таки я бы рекомендовала, наверное, в природных источниках, потому что сама я в бассейне плавать уже не могу давно. Я не могу даже всем… Ну, не в каждом городе, например, я могу даже принять душ, даже холодный, потому что вода некоторая стягивает. В Екатеринбурге я не могу без холодной воды, мне все равно нужно принять холодный душ, ледяной. Здесь, слава богу, что вода действительно ледяная, у нас такой холодной воды нет. Вот. И это клево, что она такая холодная, но после нее очень сильно стягивает кожу. И вот я потом сижу, и, наверное, минут 10 я прихожу в себя, потому что, чтобы она у меня как-то вот перестала вот так вот стягиваться. Вот поэтому плавание, конечно, хорошо, но все-таки природные источники я бы порекомендовала. А велосипед? Ну, велосипед, мне кажется, это для любого возраста, для любого веса, для любой подготовки. Его можно хоть кому. Причем сейчас велосипеды есть, они же есть для взрослых, и трехколесные. Нам же не сам факт, не обязательно же его выравнивать, а именно кому-то нужно проработать дыхание, проработать там какие-то группы мышц, которые можно не обязательно на двухколесные. Ну, по крайней мере, у нас в Краснодарском крае сейчас велосипедов каких только нет. Поэтому это, наверное, это самое доступное для всех, самый доступный кардиотренажер для всех. Да. Увеличенная скорость, в отличие от того, как мы ходим. Конечно, мы в Русските гораздо интереснее. Соглашусь. И как раз относительно того, что ты, Света, сказала про холодный душ, и тут же идет от Ольги дополнительный вопрос. Полезно ли плавание в проруби? Ну, смотрите, плавание в проруби. У нас сегодня был в закрытом клубе эфир. Как раз у нас Роман рассказывал свои видения по холодной воде, свои практики. И я с ним соглашусь в том смысле, что к холодной воде привыкнуть невозможно. Сколько бы раз ты не заходил в холодную либо ледяную воду, это всегда стресс для организма. И если вы неподготовленный человек, то, наверное, в каком-то моржевании, проруби, речи быть даже не должно, потому что вы все-таки должны более бережно относиться к своему организму и его все-таки подготавливать. Это то же самое, что если вы решили перейти на автономный образ жизни. Сегодня наелись пельмени, а завтра вышли на 4 месяца. Но на 4 месяца вы не видите. Как правило, бывают такие очень негативные последствия, которые потом весь интернет, все соцсети начинают этим шуметь. То есть выбрали какой-то один случай и начинается. Поэтому все нужно очень делать осознанно. Все нужно делать. Мне кажется, что нужно делать постепенно. Потому что в моем конкретном случае работает только постепенность, только какое-то бережное отношение к своему и физическому телу, и к своей психике, и к своей психологии. То есть это обязательное условие, чтобы все было гладко и комфортно. Здорово, здорово. Ну вот у меня по-другому как раз-таки, можно сказать, на так называемых пельменях. Я первый раз зашла, когда приняла решение. Ну, это были не пельмени, но все-таки это была грубая пища год назад. И я так хорошо 5 дней полетала без пищи. И было великолепно. А относительно проруби, в проруби у меня с тобой светосхожее такое состояние, когда сегодня я услышала, что ты в минус 41 зашла, а я в минус 43 зашла тоже в прорубь. И это был мой первый опыт еще до крещения. И тоже на севере было весело. И мне кажется, что, знаете, иногда, я просто сейчас пофилософствую две секунды, иногда, вот когда наше «я» готово, то здесь уже, не знаю, может быть, эта подготовка, о которой мы говорим, она уже прошла гораздо раньше, чем мы могли ее осознать. И бывает так, что тело говорит, иди и все. Вот в такую ледяную воду или еще куда-то. Поэтому, ну, я рада за то, что ты говоришь, что нужно бережно. И это очень клево, что ты говоришь всем «давайте», всем «моржевать», всем «голодать» и все остальное. Мне очень нравится твой вот этот экологичный подход, и что ты каждому человеку говоришь «сами осознайтесь», «сами договоритесь», да, с собой, со своей психикой и так далее. Так, дальше. А вот, кстати, Свет, еще один вопрос, или, друзья, почему не работают прежние инструменты захода на неедение? Раньше было легко, а сейчас тупик. Ну, потому что вы, скорее всего, либо некорректно вышли, как правило, либо если в вас вылез какой-то закапсулированный страх, вы его либо не проработали, либо сделали вид, что его нет на данный момент, и обратно его запаковали. И вот эта вот нераспаковка, которая вышла наружу, но нераспакованная, она дает еще вот такой эффект, что как бы зачем нам тогда туда заходить повторно, если мы в этот раз не справились. То есть у нас достаточно, так наша голова работает, что нужно быть очень аккуратным. Если вы заходите на сухие дни, то нужно понимать, почему вы заходите, для чего вы заходите. Нужно отслеживать все эти состояния, что у вас будет. Если вы лентяй в этом смысле, то у вас будет обычное голодание на несколько дней, потом ваш организм уже не захочет голодать. Если вы начнете над собой работать и делать вот эту монотонную работу, которая не всем нравится, записывать, то тогда, конечно же, вам будет проще его отследить, потому что если вы в состоянии неедения будете прописывать то, что вы чувствуете, свои чувствования, и потом в состоянии на еде их перечитаете, вы поймете, что это абсолютно два разных человека на еде и вне еды. Да, здорово, здоровое подтверждение. Да, именно так, что 100% страх не проработан, закапсулирован. Благодарю. Вот так, Светочка, тебе. Ну, я осмелюсь сочетать вопросы с Ютуба, потому что ребята уже записались, а я молчу. Итак, какой самый вкусный последний продукт вы ели до автономии? Спрашивает Инна. Ну, наверное, не знаю, как большинство, что-то сладкое, виноград, манго, что-то такое. Красненько. Ну, как? Сейчас нет такого, ты, наверное, мысленно его съедаешь, если смотришь, и радуешься, когда кто-то кушает. Сейчас даже как-то мысленно особо не хочется. Ну, ты на этом не акцентируешься, и поэтому, ну, вот, как-то вот он есть и есть, продуктовый магазин есть и есть, обувной магазин есть и есть, ты же не ходишь туда постоянно, не примеряешь ментально какую-то новую обувь. То есть ты идешь туда, когда тебе нужно что-то хочется, либо что-то нужно, какую-то новую обувь. Ты только тогда туда заходишь. А так ты проходишь, ты можешь даже не заметить, что ты проходишь 10 раз мимо одного и того же обувного магазина. Точно так же и продуктовый. То есть я, конечно же, захожу в продуктовый, потому что там еду детям купить, но они мне сейчас все чаще и чаще самостоятельно это делают. Замечательно. Кстати, относительно детей, сыновей, я хотела бы задать вопрос в продолжении. Вот, например, сейчас ты уже около 8 месяцев без еды, через 10 дней будет 8 месяцев. И, наверное, я больше считаю, чем ты сама. И вопрос-то такой, а дети вот еще 7 месяцев назад, они тебе предлагали там что-то покушать, когда садились. И как сейчас, в течение 7 месяцев, у них есть такое, что они как кружат, а потом вспоминают, что ты не кушаешь. Ну, они мне сейчас иногда предлагают, но это бывает очень редко, чаще они вообще про это забывают. Но если там что-то такое есть, ну, у нас нет с ними такого, чтобы они мне обязательно не предлагали. Потому что мы живем в социуме, и мне бы, наверное, не очень бы хотелось, чтобы, например, в школе все знали, и там начали проверять, либо их расспрашивать, что у тебя действительно мама ничего не ест. И чтобы максимально отодвинуть вот эти вот разговоры, либо вообще убрать, поэтому мы как-то не заостряем внимание. А если сидим где-нибудь в кафе, у нас рядом с домом есть кафе, где мы с ними сидим, они кушают, я с удовольствием сижу с ними на свежем воздухе, и они мне как бы могут предложить, сказать, мам, хочешь попробовать? Вот. Но они, конечно, знают мой ответ, они не дожидаются, продолжают дальше есть, но тем не менее, как бы вот это вот есть. Ясно, да. Ну, это джентльменское такое все-таки воспитание мальчиков, они должны все-таки предложить. Я вот просто представляю, как мои бы сыновья предлагали, да. Спасибо, Светуль. А вот еще. Итак, сейчас наноточку. Ага, также Инна. Месячные у женщин прекращаются на автономии? У нас тут уже совсем интимные. Пошли дела. Ну, овуляция не прекращается точно, а то, что касаемо именно кровяных выделений, то чаще всего прекращаются. Но я знаю людей, которые полтора года на таком очень-очень облегченном питании, и у них все равно они идут. И могу сказать, что если вы работаете в каком-нибудь, в таком, в энергетическом поле достаточно даже несложным, а если вы хотите, ну, например, как-то очень помочь и вытянуть какого-то человека, вы его энергетически подтягиваете, и, видимо, у вас тоже вот получается так, что вы напитываетесь еще и иной вот этой вот информацией, энергией. И бывает такое, что и у женщин на каких-то периодах неедения, что у них тоже начинают эти месячные, но это было бы, ну, именно кровоточить, но это, насколько я знаю, максимум одни сутки, ну, как бы один день. То есть нет такого, что там два-три недели, ну, у меня такая информация, может быть, у кого-то другие, я за всех женщин не знаю, ответить не могу. Хорошо, хорошо. Светлана, я здесь не могу разобрать, может быть, ты как-то прочитаешь от Лейли. Я уже читала, пыталась разобрать. Я начало понимаю, потом я не понимаю, что там про Японию, вот, и поэтому давайте я сейчас зачитаю, а дальше я не остановлюсь. Как проходят марафоны? 24 часа в сутки на связи и дальше. Как огромное количество соли и минералов в воздухе, в воде, плавать, в соках, настоя вокруг? Вот тут я уже don't understand. Вот, и тут еще что-то остров Окинава омывается двумя океанами в Японии. Благодарю. Как это понять? Я могу ответить на то, что я поняла. Как проходят марафоны? 24 часа в сутки на связи, ну, на связи, наверное, это громко сказано. Как правило, они проходят раз в день, это вечером. Если это касается марафона депривации сна, то тогда 4 дня вечером и 2 дня это с утра они идут, когда мы делаем практики в 4 утра. На связи у нас есть чат для марафонов, там постоянно ребята отписываются. А дальше я не поняла, что это вопрос или это утверждение, не могу дальше ответить. у меня аналогичное такое же. Вот так. Дальше. Тут Саша подтверждает, что по поводу проруби и купания в холодной воде действительно в любом настроении в каком бы ни нырну, выходишь всегда в хорошем и даже отличном настроении. Да, это так. Вода действительно перепрограммирует, она обновляет. И вот сегодняшний эфир Светланы с Романом был огромным действительно подтверждением этому. Смотрите, это все будет на каналах. У нас на Автополстаре будет и соответственно на канале Школа Автономии, друзья. Посмотрите все эфиры. Ага, Светочка, есть что-то добавить или зачитаешь? Вот давайте вот от Инны. После чистки тела идет чистка психика и ментала. Так что это процесс бесконечный, не для одной жизни. Ну, после чистки тела идет чистка психики. Наверное, это как-то грубо сказано, потому что у нас идет все и чистка тела, и чистка психики, она идет очень долго. У нас не может так, что мы, например, 30-40 лет себя загрязняли, а потом раз и за несколько месяцев очистились полностью. Это, конечно же, не так. Поэтому чистка тела идет достаточно долго вместе с психикой и с менталом. Бесконечный процесс это или нет, я пока не могу сказать. Я бесконечность пока не жила. И для одной жизни или нет, тоже не могу сказать. Я сейчас в этой жизни и про иное что-то сказать вам не могу. Могу сказать только про свой опыт. Все. Да, говорим о себе и я вижу поднятую руку у Тагира. Я не ошибаюсь, включая себя, Тагир. Благодарю еще раз за возможность задать вопрос. Вопрос такой, я тут ушатал себя, свое тело холодной водой по 5-10-30 минут по грудь и, по-русски говоря, заработал 26% поражения легких. Ну, три недели я тут восстанавливался, жестко, конечно, тяжело было, время потеряно. Есть ли у вас, Светлана, какой-то совет быстрого восстановления здоровья организма легких? Пожалуйста. Ну, легкие, это, конечно же, обязательно какие-либо дыхательные практики, но я вам дыхательные практики не подскажу, но есть очень много в интернете вы можете посмотреть. И, безусловно, это, опять же, моя любимая гвоздика, но ее не заваривать, а обязательно вот эти вот палочки нужно под язычок и рассасывать, и разжевывать, как вам больше нравится, но в более большом количестве, потому что сейчас уже официально доказано, что именно в эфирных маслах гвоздики есть какие-то компоненты, которые даже предотвращают коронавирус. Поэтому выздоравливайте, и я еще, наверное, раз повторюсь, что какую бы практику вы не захотели на себе осваивать, все нужно делать постепенно, и не ориентироваться на кого-то, а только-только на себя. Благодарю, Светлана. Светлана вопрос. А волосы сами являются? Да. Спасибо. Сегодня много комплиментов в твой адрес. Отлично. У нас с островом Окинави пока еще непонятные дела. И, собственно, наш эфир у нас, Сергей, появился. Наш эфир подходит к концу. Остается 10 минут. Сергей, приветствуем вас. Приветствуем. Меня слышно? Отлично слышно. Там задавали вопрос по легким. Я, как-никак, реабилитолог. В клиниках рекомендуют шарики надувать. У кого поражение легких идет, чтобы хорошо работали эти альвеолы, шарик нужно надувать. Ну, тут такая рекомендация. Хорошо. И я, пользуясь случаем, запишу, так как я прошла все эти антиковидные дыхательные техники, я запишу специально эфир по практике и выдам вам всем, друзья. Так что ждите на канале Автопустажа. Пользуюсь случаем. Пока. Да, я бы тебя, Римочка, еще бы с огромным удовольствием, если ты не против, пригласила бы на один денек, чтобы на тебя посмотрели, потому что такие бриллианты должны сиять везде на англоязычный марафон, чтобы ты там тоже дала одну практику какую-нибудь. Да. Одну не смогу, потому что хотя бы две. Согласна. С удовольствием. На английском я смогу сказать руки вверх, руки вниз. Вдох-выдох. Отлично. Принимаю, дорогая, принимаю. Ну что ж, нас тут с комплиментами обсыпали уже, Светуля, я с тобой. Я тут попутно получаю с тобой комплименты. Друзья, ну вот, а, говорите. Нужно ли вначале, вот, например, чтобы быстрее очищение прошло, как относится Светлана к клизмам? О, я к ним никак не отношусь, и мне, мне кажется, что это стресс для организма, а вы, вы хотите зайти на сухие дни, это уже стресс для организма, а если вы еще будете прочищать вот таким образом, ну, мне, мне кажется, что это, ну, не очень корректно, наверное, для нашего физического тела, но это как вам, как вам подсказывает ваше, наверное, состояние, ваше чувствование, но я к ним не ответила. Мне подсказывает, что не хочу, а некоторые советуют. Очень меняет так самое, приятно, что вы так ответили. Благодарю. И еще вот про Лейла, можно прояснился, да, 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 прояснился вопросик. Итак, Лейла говорит, она хочет узнать, как плавание в океане на сухих днях влияет на глаза, так как она проживает на Окинаве и пресных источников здесь нет. них. Ну, вообще на Океане это очень здорово, потому что соль, она все-таки наш организм не впитывает, потому что на сухих днях бывает, что очень впитывает влагу организм. Прям и бывает именно такое, что вы сходите в душ, и если какая-то вода, которая не подходит именно вам, бывает, что прямо на следующее утро вы не можете открыть глаза, вас настолько опухает все, а океан это, конечно, здорово, а то, что касается глаза, ну, от соли они, конечно же, могут сушить, могут щипать, может быть такое раздражение, как песок, но вы уже по себе должны понимать, как вам, как купаться, чтобы вода туда не попадала, то есть вы все равно должны как-то сориентироваться самостоятельно и принять такое, наверное, такое плавание, чтобы максимально себя обезопасить под какими-то неприятными аспектами. Да, плавать в океане, конечно же, самое то, это здорово. Да, такая энергия океана, мощь, это вообще ух, привет, Окинава. Ребят, ну что ж, у нас остается 6-7 минут до окончания и поторопитесь пообщаться, включайте микрофон, у кого есть желание, я хочу сказать пока пауза, Судана, я получила твое послание, твои капли, цикламен, о котором мы сейчас говорим активно у нас очень стигра с боя о чем будет ну ты заплавала, Римочка, микрофон опять что-то плохо у тебя. заплавала, да? Да. В общем, я вторые сутки по цикламенам, но пока я предостерегаюсь, чтобы не обжечь слизистую, я разбавила больше, чем 25, капель 40 сделала. и знаете, и как это, сделала капли и оно подчесывает, но не чихается, потому что, видимо, концентрация маленькая, и я как это такое, собираюсь чихнуть, знаете, это состояние, оно не чихается, вот сегодня, наверное, все-таки сделаю дозировку правильную и, в общем-то, насладюсь этим моментом по полной, потому что уже как это, чешется, чешется у меня уже 4 раза, а я никак не могу чихнуть. Ну что ж, присоединяйтесь к вопросам нашим, я смотрю, никого не вижу, кто хочет. Тут вопрос, вы с Владимиром Волковым знакомы, я не знакома. Юрий, в гости позвали, Лейла, в гости позвала, приезжающих в гости. Хорошо. Вот, скоро репортация всем будет доступна, друзья, и мы будем запросто, задав географическую точку, перемещаться. Это вот я как раз точно говорю. Скоро, скоро, скоро. Со всем будем уже, тела будут у нас светлые, тела света, легкие, облегченные, так что сейчас, друзья, самое время перестроить свое сознание на вот этот переход, на возможность жить без еды, без воды и даже без сна. Ну что ж, у нас время неумолимо уже подходит к концу. Я хотела бы спросить, Светочка, ты у нас еще завтра весь день будешь в Екатеринбурге, и завтра у тебя какие-то встречи практически с утра или во сколько? Подскажи, пожалуйста. В 11 часов, и у меня как раз есть в Инстаграме там ссылка на Дарью, если кому-то интересно, спрашивайте, я дам ее номер телефона, кто в Екатеринбурге, и присоединяйтесь. Отлично, отлично. Ну, если что, это тот же йога-центр, да, где сегодня была встреча у вас? Я так поняла, что в другом месте, но это нужно у Даши уже спросить. Хорошо, ну, выходите на Светлану, выходите каким-то образом, да, по ссылкам на Дарью, и все будет. Ну, и 6 числа уже Светлана будет прилетать в наш Краснодарский край, на свою уже, я думаю, такую автономную родину. И думаю, что все мы здесь дальше будем уже думать о том, как мы будем проводить зимний ретрит, зимние наши, да, вот эти встречи, как мы это назовем, лагерь какой-то или что это будет, Света? Ой, я даже не знаю, не знаю, может быть, просто встреча единомышленников, что-то такое, или встречаем, не знаю, встреча нового себя, как-то так. Отлично, отлично, встреча с собой, встреча нового себя. А как ты думаешь, в каком это будет, скажем, по времени, сколько дней, как вот тебе вот сейчас видится? Ну, я так понимаю, что если там буду я, приедет Настя, будешь ты, еще девчонки приедут, каждый захочет показать свою практику, и это здорово, но, наверное, мне кажется, минимум дня три, наверное, это все-таки займет, три-пять дней, наверное, как-то так будет. Но это мы еще обсудим. с гвоздями все приедем, Светлана заказала вчера гвозди, я со своими, да, танцем на гвоздях, я вас научу танцевать на гвоздях. Отлично, ну да, я думаю, что три дня даже много, но я понимаю, что у кого, какие будут возможности. Самое главное, друзья, давайте обратимся как раз с экранов, насколько наша возможность сейчас такая, если у кого-то есть возможность размещения в своем доме, может быть, он будет большой по площади, одноэтажный, может быть, несколько этажей, пожалуйста, обратитесь к нам, обратитесь по нашим контактам, потому что нам самое главное, чтобы все люди могли приехать, желающие, так как мы автономы, мы уходим от вот этой, зависимости, и чтобы мы постоянно везде где-то что-то платили. Если будет возможность, чтобы можно было разместить людей, которые даже царить не будут, потому что нам нечем будет царить, мы сделаем ваше жилище лучше, чем до того, как мы заедем. Это мы вам обещаем. Мы сделаем субботник, и все вокруг дома, и вымоем его еще. Нам надо будет чем-то заниматься в каждые сутки, поэтому за это не волнуйтесь, и если у кого есть такое желание, возможности, плюсы попрактиковать, то обращайтесь. Мы сделаем вашу жизнь интереснее. Нормально? Очень. Я бы сама позвала. Будем завершать. Да, мы сделаем вообще все возможное, чтобы и вы, в общем, не то, что там стали знаменитым, знаменитым, а просто вы настолько обретете это счастье, когда вы познакомитесь со всеми, кто приедет в ваш дом. Мы даже еще не знаем, кто приедет, но плохих людей у нас нет, поверьте. Все, друзья, тогда будем завершать эфир. Светочка, отправляем тебе лучики света в твое сердце, согреваем тебя там, чтобы в Екатеринбурге тебе было хорошо, уютно, ну и, друзья, кто там, завтра, пожалуйста, как это сказать, омойте Светлану своей любовью, да, обвините ее хорошенько, ну и привет, конечно же, Уральский федеральный округ мой родной. Всем пока! Спасибо, Светочка. Полетит.